Всех приветствую на веб-семинаре по архитектуре и основным возможностям Metasploit Framework. Меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре компьютерного обучения специалист. Мы начинаем. Немножечко расскажу о себе. Я работаю в Центре специалист. Меня зовут Сергей Клевогин. Если вы зайдете в интернет, напишите www.klevogin.ru, то попадете ко мне на страничку. Тут написано, что работаю специалистом, имею много разных статусов. К нашему семинару относится статус Certified Technical Hacker. И читаю курсы по безопасности, микрософтовские курсы. Ну и вот, поскольку читаю курс по этичному хакингу, расскажу вам о том, что такое Metasploit Framework, зачем он нужен. Значит, вводная будет такая. У нас семинар по Metasploit Framework. По такому инструменту, с помощью которого можно автоматизировать атаки на веб-приложения, на хосты. Все, что угодно можно делать. Фреймворк по-английски это каркас. Такая вот основа. А эксплойты – это коды, которые эксплуатируют уязвимости. Но хакеру мало написать код эксплуатируемой уязвимости. Нужно еще написать, что делать после того, как будет реализована атака на уязвимость. Нужно написать подключение, нужно написать много дополнительного кода, потом это все скомпилировать, и будет тогда программка, которая атаку на сервер, на клиента выполняет. Хакеры хотят так – наделать маленьких программок, модулей, и потом из них, как из кирпичиков, строить атаку. Это называется фреймворк. Существуют различные фреймворки. Один из самых популярных – это метасплоид. Про этот метасплоид-фреймворк я вам расскажу, как им пользуются хакеры. Зачем мы проводим этот семинар? Зачем нужно это специалисту? Мне тоже. Дело в том, что специалисты читают курсы по этичному хакингу. Я их провожу, если на сайте специалиста поискать, есть курс «Этичный хакинг. Тестирование на проникновение». Опыт показывает, что когда студенты записываются на этот курс, а курс довольно популярен, много студентов на курс записывается, то здесь видите, какая программа введения, сбора информации, сканирования, перечисления, хакинг-системы. И когда будем изучать хакинг-системы, то будем этот метасплоид-фреймворк использовать. Причем будем использовать так, чтобы с помощью него различные техники изучать. И мне хотелось бы организации EC-Conseal, которая придумала этот курс, чтобы студенты, приходя на курс, уже имели представление о том, что такое метасплоид-фреймворк. Вот хотя бы часик, чтобы до этого провели, поизучали основные возможности, чтобы на курсе мы уже не основу учили, а чтобы мы учили, как этим пользоваться расширенно. Поэтому мы проводим такой веб-семинар. Ну и я также надеюсь, что, возможно, вы будете воодушевлены настолько, что дополнительно у себя этот метасплоид поставите, дополнительно еще поизучаете. Ну и даже если не собираетесь на курсы, все равно интересно знать, что за метасплоид-фреймворк такой, потому что метасплоид-фреймворк уж больно популярный инструмент для пентестера. Что у нас будет в планах? За ближайший час-полтора мы найдем место метасплоид-фреймворка в общей системе безопасности. Посмотрим, как он устанавливается, откуда появляется, какова его архитектура, как он базу данных использует и как можно в этом метасплоид-фреймворке лепить эксплойты. Локальные, удаленные, с прямым шеллом и реверсным, эксплойты на клиентов и на серверы. Когда метасплоид открывает возможность управления сервером, там есть отдельная возможность сделать это не обычным телонетом, а сделать это с помощью метр-претор. Это ближайшие час-полтора на эти вопросы я довольно подробно дам ответы. Начнем с самого начала. Есть различные курсы по информационной безопасности и вообще безопасники, они мыслят так, что есть у них система, это совокупность взаимосвязанных компонентов. Причем у них система на работе есть не простая, а информационная, потому что она обеспечивает ввод, вывод, хранение, обработку информации. Зачем на работе, у вас на работе, кстати, тоже есть информационная система? Она нужна для того, чтобы предоставить в общий доступ сотрудникам организации информационные ресурсы, а это файлы, оборудование, приложения. Процесс обеспечения организации информационными ресурсами называется информатизацией. И вы наверняка работаете, раз уж на такой семинар пришли, или в отделе информатизации, или в отделении, в каком-то подразделении. Это может называться отдел автоматизации, или информационных технологий. Ну, как ни крути, процесс обеспечения организации информационными ресурсами организации необходима, может по-разному называться. Так вот, задача сотрудников этого отдела, прежде всего, обеспечить организацию информационными ресурсами. То есть, обеспечить ввод, вывод, хранение, обработку информации. Ну, плюс к этому, администратор понимает, что нужно еще решить кое-какие задачи безопасности. Что это за задачи безопасности, с чего они состоят, как решаются. Это тема отдельного разговора. Это тема отдельных курсов, такие курсы есть. И тут администратор читает книжки, ходит на курсы, выясняет, что оказывается есть угроза безопасности. Например, есть модель страйда, может быть спуфинг, тамперинг, репридиэйшн. Вот мы, как администраторы безопасности, не знаем, как хакеры могут эти угрозы реализовывать, но будем применять различные меры. НТЛМ, да, КУГФС, АПС, КВПН, ССЛ. Вот, если зайдете на сайт специалиста, то тут рядышком тактическая периметровая защита предприятия. Есть такой курс. В программе написано, давайте изучим TCP IP, потом изучим маршрутизаторы, фаерволы, IPsec, ВПН, IDS. Будем защищаться от различных угроз, которые мы себе увидели. Есть и другая сторона. То, как смотрит хакер или пентестер на организацию. Хакер думает по-другому. Он думает, как бы реализовать какое-то действие, чтобы победить то, от чего хочет защищаться администратор безопасности. То есть, как бы провести атаку. Чтобы провести атаку, у хакера есть хакерские техники. Их много, и они достаточно подробно изучаются на курсе по этичному хакингу. А за счет чего хакерская техника победит защитные меры? За счет того, что в системе есть слабые места. Называется уязвимость. Хакер может найти эти уязвимости и проэксплуатировать эту уязвимость. Для того, чтобы выполнить на целевой системе произвольный код. Это называется полезная нагрузка. Полезная нагрузка. Или shell открывает, чтобы можно было его администрировать. Или может быть еще что-то делает. Это метасплойт. Это то, что реализует написание эксплойтов. Состоит из модулей. Модуль это часть целого, которую можно добавить к целому, удалить, не нарушая целостности. Мы повторили то, что наверняка уже знали о информационной системе. И о том, что эксплойты пытаются использовать уязвимость, чтобы реализовать свою полезную нагрузку. То есть код, который нужен хакеру, чтобы сделать. Метасплойт фреймворк. Такой инструмент, который эксплойты поможет в автоматическом режиме запускать и контролировать серверы. Скачать можно в metasploit.com. Вас перекинят на rapid7.com. И там бесплатно сайта скачивается. Для Windows, для Linux. Если, кстати, вы используете Kali, Linux или Backtracks, уже ничего устанавливать не надо. Там уже все есть. Единственное, что вы, может быть, запустите сервис PostgreSQL, Metasploit. А в Windows пойдем скачаем дистрибутив. Next, next, next установили. И у нас Windows появляется. Вот я еще неделю назад, была пятница, установил себе Metasploit. И вот он во всех программах у меня присутствует. Metasploit. Вот Metasploit здесь у меня установился. Есть у меня и Backtrack. Есть у меня и Kali Linux. Есть среда виртуализации, VirtualBox. Я здесь Kali Linux поставил. Kali Linux только установили. Запустили. Рабочий стол увидели. И тут же можно зайти в приложение Kali Linux. И даже настолько популярен этот Metasploit Framework, что даже в топ-10 есть. Хотя вот здесь покопаться, можно и здесь найти различные интерфейсы Metasploit. Достаточно просто получить этот Metasploit. Скачали, next, 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 Windows установили. Или взяли Kali Linux Backtrack. Там он уже сразу есть. Как мы его запустим? Если в Kali Linux, то может быть вам придется сервис PostgreSQL запустить, потом Metasploit запустить, потом уже запустить консоль или графический интерфейс. Или из меню можно. Я вам в Kali Linux меню показал. В Bacrack оно так вот выглядит. В Windows тоже все программы выбираю. Metasploit он установился. Вот отсюда выбираю и запускаю. Ну, а в Kali Linux, это уже Linux, естественно, там нужно вам будет сервисы запустить. Ну, это откроем командную строку. Вот и в конфиг написали. Это не я поставил IP-адрес. Это по DHCP сервере. По DHCP протоколу такой IP-адрес пришел. Проверим сервис PostgreSQL и сервис Metasploit. Ну, для чего запускаешь, уже запущен. Теперь он у нас есть, он у нас работает. Как туда подключиться? У Metasploit есть движок. Он установился и стал как демон в Linux или как сервер в Windows. Вот я вам сервисы открою и покажу. Видите, Metasploit Pro, Tin, Worker, PostgreSQL, как сервис установился. Это вот такой вот движок, который после установки Metasploit работает как сервис, появляется. Теперь к этому движку можно по-разному подключиться. Можно подключиться через графический интерфейс, через веб-интерфейс, через консоль. Ну, давайте подключусь через консоль. Почему через консоль хорошо подключаться? Потому что, допустим, у вас есть Linux. И там, в этом Kali Linux, вы запустили еще сервис SSH. После того, как SSH сервер запущен, я могу с любого компьютера, хоть с Windows, хоть откуда угодно, используя клиента, PuTTY или вот KITTY у меня. Могу вот так вот подключиться. И вот у меня присутствие на Linux сервере на моей виндовой машине, где я провожу веб-семинар. И в конфиг, тот же самый IP-адрес мы увидим. Теперь я могу просто здесь написать MSF консоль. И вот в эту вот консольку попадаю. Точно так же, если вы Windows установили, все программы, Metasploit. Вот, Metasploit консоль. Открыли. Будет то же самое, что я сейчас открываю в Linux. Ну, естественно, если вы локально зашли, не через SSH, точно так же MSF консоль написали. И такой интерфейс к Metasploit фреймворку получили. Что такое консоль? Представляем. Командная строка. Она хоть в Windows, хоть в Linux, она всегда есть. Вот консолька, видите, здесь вот так вот открылась. Давайте что-то пишите. Естественно, мы первый раз, если открыли, не знаем, что писать. Можем написать help. И здесь нам консоль подсказывает. Вы можете писать различные команды. Здесь можете выбирать эксплойты, полезные нагрузки. Здесь же к вам будет идти подключение. Ну, если хотите что-то поискать, вот пишите search и что-то поищите. Ну, например, напишу, найди-ка мне, есть ли у тебя что-нибудь, что начинается на MSC 15. Я знаю, такие эксплойты бывают. Ну, вот он будет говорить, я там попробую. Если что-то найду, то вам сразу покажу. Это такой интерфейс, который вам предлагает что-то написать. Ну, естественно, вы должны знать, что именно писать. Вам нужно руководство. В руководстве недостатка нет. Вы в интернете, на том же сайте от Rapid7 Manual Offensive Security вам скажут, мы вас научим, как выбрать эксплойт. И я сейчас буду примеры приводить. Буду что-то, какие-то команды описать здесь буду. Это вот один из интерфейсов. Второй интерфейс графический. Графический интерфейс, вот я поставил Windows. Он сразу в комплекте не идет. Но его дополнительно можно скачать, установить. Вот MSF GUI. Вы открываете, ну, такой вот старый добрый графический интерфейс появляется. Тот, который был в бактраке. В Kali Linux такого уже нету интерфейса. Опять-таки, можно доставить. Ну, и если бактрак, там такой графический интерфейс есть. Вот я открыл графический интерфейс. Во-первых, у меня сразу есть консоль. Вот я написал консоль. Опять-таки, тоже самое. То же самое. Здесь что-то могу искать. Ну, скажу, попробуй мне найди что-нибудь. Я это потом буду эксплуатировать. Попробую сказать мне что-то поищи. Он говорит, вот я про SMB. Нашел здесь вот тут различные эксплуаты. Можно говорить найди мне что-то по платформе. Для Windows что-то, для Linux. Найди мне что-то по автору. По номеру CVE. Ну, когда что-то нашли, хотим это использовать. Тоже пишем, используй модуль такой-то, делай то-то. Но, помимо того, что есть консоль, в графическом интерфейсе еще вот так вот красиво есть. Вы выбираете эксплойты, какие хотите. Против различных сервисов, против различных платформ. Вот хочу, если выбрать эксплойт против Windows, то что на Windows вы хотите атаковать? POP3, FTP, HTTP, SMB. И, когда вы здесь что-то выбрали, вы можете попасть в окно конфигурирование этого эксплойта. Здесь пишем какие-то параметры, параметры, и потом в конце концов run запустить. Этот графический интерфейс за вас напишет все, что нужно в консоли. Ничего писать не нужно. А такой интерфейс тоже есть. Мы сюда вернемся, и полезные нагрузки здесь можно конфигурировать, и внешние модули. А если кто не хочет это вид, кто хочет консоль, вот, пожалуйста, консолька, пожалуйста, как будто в графике идет. Есть еще третий интерфейс, веб-интерфейс. Современный метасплойт фреймворк мета-интерфейс в виде веб-сервера. Вот я подключился к своему кали-линуксу, и вот здесь написано, у меня ноль хостов, ничего у меня тут нету, но давайте просканируйте сетку, добавьте компьютер, импортируйте результаты сканирования, что-то делаете. То же самое Windows. Вот подключился я сам к себе, хостов никаких нету, но есть модули, хотите здесь что-то поищите, если я что-нибудь найду, вам расскажу про какой-то эксплойт, про полезную нагрузку, и вы здесь сможете его конфигурировать, его запускать. Консолька она побыстрее, постабильнее, графический интерфейс поудобнее, а веб-интерфейс, он вообще хороший интерфейс предлагает, но требует дополнительная активация, и видите, в зависимости от компьютера может даже чуть-чуть и притормаживать. Мы посмотрели, что есть различные интерфейсы, которые можно использовать для взаимодействия с движком. И когда вы используете тот или другой интерфейс, вы выбираете полезные нагрузки, эксплойты, кодировщики, то есть модули, кирпичики, из которых состоит метэсплойт. Я сейчас о них вам детально, подробно расскажу. Но прежде чем рассказать о том, как использовать полезную нагрузку, эксплойты, кодировки, давайте посмотрим на использование базы данных метэсплойт фреймворка. Все, что я сейчас буду делать, хоть в Linux, хоть в Windows, метэсплойт может хранить в базе данных. Когда вы устанавливаете метэсплойт, автоматически устанавливается PostgreSQL. Хотя, пожалуйста, пошли на PostgreSQL, скачали, установили. И администрировать PostgreSQL можно так же, как администрируется любая система управления базой данных, у вас должен быть клиент, который туда вас может как администратора подключить. Он тоже может ставиться в комплекте. Но опять-таки пошли на сайт, скачали, дополнительно установили. Вот я себе установил PostgreAdmin. И вот теперь могу видеть, что могу подключиться к базе данных. И вижу, что у меня на локальном компьютере после установки есть база данных метасплойта MSF3. Тут таблицы, а в таблице у меня хосты, пока там никого нету, луты, то, что я могу собрать в процессе своих экспериментов. Да, естественно, чтобы к базе данных подключиться, требуется предварительное конфигурирование этой базы данных. PostgreSQL, если устанавливается с метасплойтом, то SQL клиент может там же лежать и SQL там же в папке с метасплойтом лежит. Давайте я вам его покажу. Вот у меня есть диск C и на диске C есть папка метасплойт. Метасплойт есть PostgreSQL, от версии может отличаться, куда вы там установили. И PostgreSQL, BIN, от слова binary. Тут различные экзешки, которые реализуют базу данных. Чтобы туда подключиться, у базы данных есть конфигурационный файл. Конфигурационный файл в Linux лежит где-то там в ETC. В Windows он лежит в PostgreSQL, не в BIN, а в Data. Мы зашли в Data и pg HBA конфигурационный файл. Первый раз, когда вы установили, PostgreSQL говорит, введите логин-пароль юзера, который по умолчанию. Можно читать мануал, узнать, что пользователь по умолчанию такой-то, но можно трасты написать, и тогда с этих IP-адресов доверенно можно подключаться. Я так и сделал, подключился к PostgreSQL и теперь могу посмотреть, как мой Metasploit организовал базу данных, какие тут таблицы есть. Естественно, я здесь снова могу создавать пользователей, могу работать с базой данных на языке TransactorSQL. Просто такое внутреннее устройство, обычно так делать не нужно, потому что Metasploit умный, он сам знает, как хранить данные в базе данных, как оттуда их доставать. Просто чтобы это не было секретом, чтобы мы понимали, что все, что мы делаем, будет храниться в базе данных PostgreSQL. Если надо будет, мы изучим язык TransactorSQL и здесь уже будем напрямую с базой данных работать. Вы можете проверить, в каком состоянии ваша база данных. Вот напишу-ка я DB статус. Он скажет, я подключился к базе данных MS3, у меня все уже настроено, все хорошо. У меня вот тут есть консолька. В консольке скажу DB статус. да, я PostgreSQL подключен. Взаимодействие с базой данных налажено, и все, что буду делать в метасплойте, все будет сохраняться в базе данных и не пропадет, когда второй раз буду подключаться. Хорошо. Давайте теперь непосредственно перейдем к использованию метасплойта. И начнем с полезной нагрузки. Полезная нагрузка это начинка для эксплойта. Полезная она для хакера, и конечно же она вредная для атакуемого сервера. Полезная нагрузка бывает трех видов. Single, Stager и Stage. Single, один, ну здесь хорошо перевести билет в один конец, это такой код, который выполняется и все. Дальше разговор с сервером окончен. Этот код может например создать пользователя с правами администратора включить RDP. выполнился exploit, полезная нагрузка создала пользователя и дальше вы уже сами по RDP подключаетесь. Называется Single. А еще полезная нагрузка бывает Stager. Stager это почтовая карета, дилижанс, она устанавливает сетевое подключение между хакером и атакуемым сервером и все. Зачем нужно такое подключение? Естественно без третьего вида полезной нагрузки бесполезно, но Stager сопровождаются Stager, то есть станциями. Станция это вид полезной нагрузки, который подгружается Stager и уже осуществляет то, что нужно хакеру. Например, VNC запускает или Meterpreter сеанс администрирование запускает. Это хорошо иметь такую классификацию, чтобы сразу понимать, когда мы хотим полезную нагрузку, что полезная нагрузка будет делать. выполнится код и все или будет подключение и потом уже какой-то код дополнительно будет вызываться. Когда с этим разобрались, рекомендую сразу запомнить Stager, Stager, Stager. Давайте посмотрим примеры простой полезной нагрузки. простая полезная нагрузка это если вы хотите создать пользователя. Вот создадите пользователя и что будет в результате? В результате будет сделан exe-файл, который если выполнится, то создаст пользователя. Это несложно сделать. Я имею графический интерфейс. Иду в полезные нагрузки, выбираю полезная нагрузка для Windows и самая первая создай мне пользователя. Мне Metasploit предлагает такие варианты, как мы только что видели на слайде. Давай-ка говорит создам тебе пользователя Metasploit с паролем Metasploit1. Будет сложный пароль, большие маленькие буквы, знак доллара. И что с этим сделаешь? Ставим encode, положи, куда положить? Вот msf.exe положи. Например, я могу сказать, пусть у меня будет папка скажем, mail, и вот в эту папку mail положи файл msf.exe. Ну, msf, естественно, мы можем сказать, пусть будет не msf.exe, пусть будет add user msf.exe. И дальше предлагается выбрать кодировку, формат вывода, все можно изменять. о том, что такое кодировка, формат вывода, я еще попозже расскажу. Но сейчас, допустим, просто по дефолту, давайте попробую сделать вот такую вот экзешку, и скажу вот generate, генерируй мне такой файл. Создается файл, называется adduser.msf. Он предназначен для Windows. Если в системе Windows кто-то эту экзешку запустит, то пользователь Metasploit там создастся. Давайте проверим. Вот возьму какую-нибудь машину, ну семерку, xp, неважно, и скажу, ладно, скажу, вот я хочу скачать вот этот вот файл, который здесь вот сделал. Вот adduser, adduser.msf только что сделал. И проверю, будет он тут у меня работать или нет. Скажу, пользователей сейчас нету. Adduser.msf пытаюсь запустить экзешку. Правда, видите, белькнуло, ничего не сделало. Ну проверим, создался пользователь или нет. Пользователь создался. метасплоид. То есть вот полезная нагрузка из метасплоида у меня сделала экзефайл, который создает пользователь. Для начала неплохо, хотя, конечно, тут сразу вопросы, что как пользователя заставить запустить эту экзешку, чтобы выполнился этот код. И как спрятать это окошко, пользователь видит, что там выпрыгивает, это все ему не нужно. Но, тем не менее, на ваших глазах был создан самый настоящий локальный эксплойт. Эксплойт на уязвимость. На какую уязвимость? Что пользователь получит этот экзефайл, у себя запустит, скажет, что за экзефайл такой, у него какое-то окошко появится, он не поймет, что за окошко, и там будет пользователь, локальный администратор. Я потом этим администратором могу зайти и администрировать сервер. Давайте еще один пример полезной нагрузки рассмотрим. Это будет полезная нагрузка типа сингл, которая сделает шелл. То есть если запущу результат этой полезной нагрузки на компьютере, то пусть на этом компьютере откроется порт 444. Вот так. И потом я могу подключиться к этому порту и буду администрировать этот сервер как будто бы я там администратор. Это можно слепить из командной строки MSF payload есть для этого утилитка. Или можно такую полезную нагрузку сделать из графического интерфейса. Скажу Windows, потом иду в shell bind TCP и этот shell bind TCP такой вот сингл полезную нагрузку типа сингл сделает, чтобы открыть shell. то же самое encode exe кодировка пока не надо кодировать потом про кодировку дополнительно еще расскажу и вот возьми сделай мне exe которая shell откроет вот кто запустит этот файл который вот MSF exe сейчас называется естественно mail пусть лежит не MSF а какой нибудь shell bind TCP sin glen и вот такую exe тут же могу сделать скажу ну-ка попробуй сгенерировать он говорит хорошо попробую вот уже все взял сгенерировал этот exploit против windows системе если у меня есть windows сервер если вдруг он эту exe запустит то откроется порт 4.4.4.4.4 я буду его администрировать вот что такое полезная нагрузка что такое single exploit давайте проверим кстати что у меня получилось вот у меня какой-нибудь сервер я могу сказать ну-ка нет стат ну что я тут никакой порт 4.4.4.4 я не слушаю но у меня есть в папке mail вот то что я сейчас только что сделал shell bind tcp single lmsf вот я до этого делал такой же вот что будет если я эту exe запущу она пытается запускаться ну вроде бы ничего не происходит зато теперь видите четверки у меня появились вот а если я знаю что администратор там на сервере запустил это 10.5.11.70 его IP я знаю то потом просто могу подключиться с помощью telnet telnet 10.5.11.70 на порт 4.4.4.4.4 и куда я попал я попал на этот компьютер где был запущен мой exploit ну вот видите 10.5.11.70 я могу его администрировать ну ка проверим вот здесь вот у меня какие есть пользователи администратор есть guest а я подключился удаленно нет user hacker пользователь здесь появился ну ка теперь этого пользователя давай удалим если мы экзешку запустили значит shell открылся shell bind tcp single видите появился здесь убираю процесс я увижу что теперь никто 444 порт слушать не будет ну хотя все равно слушает давайте давайте посмотрим давайте посмотрим давайте еще раз а у меня установленное соединение видите тогда скажу все я насладился соединением все вышли и теперь когда сессия разорвется то и избавились и от сеанса и от процесса ничего здесь нет мы поэкспериментировали с полезной нагрузкой типа single которая во-первых пользователя создает а во-вторых открывает для прослушивания порт куда можно потом подключиться я то же самое могу сделать используя полезную нагрузку stager и stage отличие в графическом интерфейсе вот в чем что вот если я открою графический интерфейс то здесь назывался назывался модуль с полезной нагрузкой вот так windows slash shell знак подчеркивания bin знак подчеркивания TCP это такой вот single модуль давайте сделаем исполняемый файл запустите и потом подключайтесь администрировать сервер но если мы зайдем в полезную нагрузку то здесь еще есть стейджеры дилижансы shell которые говорят внутри этого shell давай мы опять таки сделаем bin dcp bin привязывать то есть давай привяжем dcp и откроем shell то же самое открываю то же самое генерирую но в чем отличие отличие в том что теперь у нас не один модуль играет а два стейджер дилижанс то что выполнит подключение по протоколу tcp а стейдж станция откроет shell чем такой подход лучше такой подход лучше тем что имея стейдж открытие shell вы можете манипулировать различными способами подключения вы можете выбрать бинт tcp просто tcp привяжи к shell а то можно выбрать туннелирование шифрование этого shell выбрать бинт tcp http бинт https или даже выбрать чтобы shell открывался после того как жертва подключится к компьютеру хакера реверсный shell чтобы открылся с виду кажется то же самое точно так же сказали хочу экзешку сделай точно так же открыли shell здесь просто идея другая что у нас есть отдельная подключалка отдельно выполнялка такое отличие ну двинемся теперь дальше еще более глубоко посмотрим на то как генерируются полезные нагрузки полезную нагрузку можно не просто сделать и сказать вот экзефайл все наслаждайся ее можно закодировать дело в том что машинный код когда исполняется он в машинных кодах выглядит и хотя выполняется ассемблерный код когда этот ассемблерный код хранится он может хранится по-разному программа запускает кодировка преобразовывается в исполняемый код уже нормальный и программа как работала так и работает но вот хранится она может в самых разных кодах в метасплойте есть специальные модули называются кодировщики которые позволяют вам сделать преобразование полезной нагрузки так чтобы она была закодирована зачем прежде всего чтобы обойти антивирус изменение кодировки позволяет уклониться от антивирусных сигнатор конечно если вы три раза прогоните кодировщиком встроенным в метасплоид шикатаганай и скажете вот теперь я уклонился от антивирусом то вряд ли это поможет все-таки антивирусные компании знают о таком подходе и сигнатура любой кодировки там будет но способов кодирования существует много вот когда я выбираю в графическом интерфейсе или в веб интерфейсе полезную нагрузку здесь мне предлагается выбрать кодировщик и кодировщиков много видите сколько их тут я могу сказать давай вот с помощью такой кодировки сделай один проход потом то что получилось с помощью другой кодировки второй проход потом возьми еще такую нибудь третью кодировку два раза вот так прогони потом опять первой кодировкой прогони один раз и очень может быть что я найду такую комбинацию которая позволит полезной нагрузке которая таким образом сгенерирована уклониться от антивируса хакеру не нужно уклониться от всех антивирусов ему нужно от одного конкретного антивируса как правило уклониться поэтому есть время здесь для эксперимента ну а второе кодировка еще нужна для того чтобы опасные символы удалить опасные символы это символы конца строки нулевые символы дело в том что полезная нагрузка должна скопироваться в память а когда она будет копироваться в память функция копирования может быть увидит опасный символ и скажет о хватит это конец строки я дальше копировать не буду это можно сделать кодировку средствами метасплойт фреймворка как сейчас показал более того можно предложить шаблончик вот я вот так вот могу сделать сказать что вот сделай мне какой-нибудь shell сингл или стейджер не принципиальным и кодировку какую-то одну другую третью выберу да еще и несколько раз есть утилитки msf-encode sms msf-payload msf-venom которые позволяют это скриптом автоматизировать а то еще могу сказать вот тебе сейчас выберу какую-нибудь программку возьму c windows system 32 и скажу на основании этого c windows system 32 osk.exe найду где она тут у меня лежит нашлась скажу вот osk.exe это экранная клавиатура вот возьми эту osk.exe и на основании этого сделай мне экзешку вот если сейчас так сгенерирую то возьмется не тот шаблон который стандартный есть у метасплойта а вот этот вот osk которая в клавиатуру показывает я вот так как-то уже поигрался смотрите какой будет результат вот у меня есть osk.msf ярлык вот вроде бы зайду в свойства увижу что вот экранная клавиатура application версия взято все по шаблону который я предложил в метасплойте и я после этого что происходит ну-ка проверим по моему там пользователь создавался пользователя нету запускаю клавиатуру она мне создала пользователя метасплойт ну выглядит не вот так вот запусти не поймя непонятно что а выглядит так что запусти эту программку правда сама программка не запускается метасплойт может делать попытку мол галочку сюда поставьте и я сделаю еще один процесс который будет в новом процессе запускаться и даже вот здесь в отдельном процессе в новом процессе shell код пусть запустится но это тоже не во всех операционных системах может работать сложно заставить сделать так чтобы взялся шаблон и чтобы и программка запустилась и полезная нагрузка выполнилась но для этой цели где специальные программы которые называются упаковщики которые упакуют вместе с полезной программкой полезную нагрузку и выглядит будет так как будто бы это нормальная программа но не обязательно специальный упаковщик использовать который мы будем изучать на курсе по этичному хакингу можно использовать fx архив в обычном винраре вот я беру обычный винрар и беру экзешку которая нужна мне это экзешка которая нужна мне это то что запускает полезную нагрузку которая shell откроет плюс запускает какую-то утилитку хорошую например вот osk или тут же самую китти из них из этих двух экзешек программкой quick batch file compiler я делаю одну это батничек и объединяю в один экзефайл а винрар может быть вы не знали умеет делать fx архив вот я покажу как это сделается вот у меня китти который я подключаюсь к своему кали линуксу вот у меня полезная нагрузка которая откроет shell и запусти вот эту китти и вот этот вот бен shell вот это вот запусти вместе это отдельная программа которую я сделал с помощью упаковщика и правая кнопка добавить в архив ставлю галочку создать свx арки архив 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 будет ну зачем его mail назвать мы его идти один как-нибудь назовем зайдем мы в дополнительные опции может даже жевать сжимать не надо хотя можно и сжать и здесь скажем опции fx что тут есть создать в какой-нибудь текущей папке во временной папке нет давай создадим в какой-нибудь временной папке c windows тем где-то там вот разархивируя и после того как она разархивируется вот эта вот программа которая стартует китти запусти тут еще различные опции что делать если там уже файлы есть перезаписывай без разговоров или пропусти без разговора можно выбрать иконку иконку добавить такую же как у настоящей китти чтобы ее взять достаточно 7zip использовать и можно сказать ничего не показывай что ты что-то разархивирует что тоже есть такие опции когда я вот так вот сделал покажу что 7zip архиватор такой есть бесплатный экзешку любую может открыть архив вот я открываю китти экзе в 7zip видите ресурсы вот мои иконки вот беру любую иконку вот она вот у меня есть и ее я поставил чтобы сделать такой вот саморазворачивающийся архивчик эти смотрите как будет выглядеть это в результате я сделал вот такую экзешку у меня есть полезная нагрузка из metasplovit она объединенная с хорошей программкой вот у меня есть какой-нибудь сервер это пользователей удалим напишем что у нас тут никто пор 444 не держит и в диспетчере задач как мы видим я никакой bing tcp не работает а вот у меня китти один скомпилированный как я показал таким образом файл я его запускаю настоящая китти естественно запускается пожалуйста подключайся что там администрируй она полноценная но вместе с китти запустился еще shell bing tcp сингл процесс то полезная нагрузка которая вот как я показывал вот так вот запускалась и ничего не делала и не пойми что мы запустили а тут мы запустили самую полноценную китти с нужной красивой иконкой видим это реально китти и вместе с темы у меня работает в фоне процесс который слушает порт и позволяет теперь мне этот сервер как я только что делал администрировать такая возможность есть для того чтобы закодировать exploit и сделать так чтобы администратор ничего не заподозрив запустила программку увидел что да программка запустилась она хорошая что то делает но при этом полезная нагрузка выполнилась exploit локальный используется уязвимость социальная инженерия что администратор каким-то образом получит этот exo файл и проэксплуатирует свой сервер ну такие вот локальные эксплойты могут быть если у вас какие то вопросы я вижу чат вопросы можете мне в чате писать я буду видеть сразу отвечу ну двинемся дальше часто студенты задают вопрос можно сделать такую полезную нагрузку чтобы это был не exo файл чтобы это был какой нибудь доковский документ там pdf картинка и чтобы эта картинка показалась и запустила какой то код который хочет хакер сразу скажу так не бывает так не бывает потому что программа которая вам показывает картинку pdf вордовский документ она не будет делать ничего что вы ей скажете но у этой программки может быть уязвимость переполнение буфера и можно сделать такой файл который эту уязвимость реализовывает и произвольный код выполняет это примеры локального эксплойта на adobe reader определенной версии вот только если у вас такой версии reader то там нашли уязвимость которая приводит переполнению буфера выполнению произвольного кода а в метасплойте этот эксплойт уже есть уже все написан писать не надо смотрите я вам его покажу в графическом интерфейсе графический интерфейс ну здесь вот я выбирала полезные нагрузки а тут точно так же можно выбрать эксплойт эксплойты скажем какой у нас тут давайте посмотрим как у нас на слайде видите эксплойты windows файл формат adobe util printf туда надо идти и так и сделаем эксплойты файл формат adobe вот util printf можно пойти на сайт метра прочитать цве такая-то действительно adobe reader такой-то какую-то уязвимость имеет и вот здесь здесь вы можете сделать такой exe файл который будет выполнять любую полезную нагрузку которую вы хотите вот видите цель adobe reader на windows xp service pack 3 уязвимость именно на этот reader в такой операционной системе может быть в ближайшее время выйдет эксплойт на уязвимость самого последнего adobe reader на самый последний windows такое редко происходит но происходит и когда такое произойдет что ты хочешь вот хочу shell bindtcp например хочу чтобы выполнилась какая-то любая программа хочу чтобы еще что-то произошло такие полезные нагрузки можно выбирать в целях тестирования pen-тестеры любят использовать message box мол если будет переполнение буфера то скажи hello from msf и я тогда пойму что exploit отработал хотя конечно точно так же можно сказать давай мне shell давай там еще что-то есть дополнительные параметры заголовок и если я скажу run in console вот так вот сделаю то увижу что я мог бы написать в консоли чтобы создать такой файл видите да я мог бы написать использую exploit windows файл формат такой-то установи полезную нагрузку такую-то параметров у полезной нагрузки нету хотя можно и параметры установить какой порт открыть что именно слушать ну и exploit запустить если вы имеете только консоль то здесь в этой консоли у вас варианта нету вы пишете хочу использовать exploit табуляция работает видите можно дописывать и вот как я здесь увидел написали файл формат exploit такой-то exploit сделалась pdf что будет если пользователь имея уязвимый сервис уязвимую программу в данном случае уязвимый акробат эту pdf запустят ну будет вот что вот у меня xp вот у меня msf pdf которую я создал так как он сейчас показал я ее открываю и вот hello from msf message box здесь появляется как доказательство того что произошло переполнение буфера и выполнился произвольный код это тоже локальный exploit на какой-то сервис ну если жертва находится за натом если там firewall не может порт открыть то shell может быть и реверсным то есть можно воодушевить администратора который запускает exe файл сделать так чтобы не порт открылся а компьютер сам подключился к компьютеру хакера называется реверсный shell и вы можете сказать дай-ка я сделаю такой exe файл который осуществит подключение к моему компьютеру естественно на хакерской машине должен быть запущен обработчик который встретит подключение от зараженной машины давайте посмотрим как это может выглядеть у меня вот windows в графическом интерфейсе если я закажу такой вот эксплойт такую вот полезную нагрузку в виде не прямого shell а реверсного tcp shell shell реверсный tcp может быть реверсный http https ну допустим хочу вот так говорю давай сделай такую полезную нагрузку чтобы реверсный tcp у меня был и уже я на своем компьютере буду слушать порт 4.4.4.4 порт естественно может быть любым я могу 4.4.3. порт поставить но главное чтобы никто этот порт не слушал и firewall его не блокировал вот сейчас проверю я на своем компьютере случайно не слушаю порт 444. Давай вот так вот найдем. А вот его вот нету. Вот могу. Видите, 53355 слушаю. А 444 я не слушаю. И вот могу сказать, я обещаю, что я буду этот 444 слушать порт для тестирования. По умолчанию так. И кто ко мне подключится, того значит встречу своим хендлером или обработчиком. Сделай мне экзешку, положи мне в папку mail. И скажу, назови экзешку reverse TCP реверсной TCP shell. И кодировать не надо. Экзе пусть будет. И вот обычный shell reverse TCP хочу. Вот если я так сделаю, то могу сгенерировать reverse реверс цепи экзе файл у меня появился. И тут же запускаю в консоли хендлер. Когда я говорю запусти хендлер в консоли, это все равно, что я написал. Использую exploit multi-hander. Установи payload windows shell reverse TCP. Установи lhost, как я сам, жди подключения. Теперь я жду, как ко мне, кто подключится на этот порт. Давайте проверим, как это может работать. Допустим, администратор взял и с моего компьютера вот этот реверс TCP скачал и запустил. Естественно, я его закодирую и скажу, что это игрушка или утилитка администрирования. И вот он запустил, открылась у него такая же китти, а у меня открылся shell. Shell куда? Открылся на компьютер, который называется avasp. Это тот сервер, ну вот ipconfig. Ну-ка сделаю папку и проверю, что это действительно я этот сервер администрирую. новый каталог здесь был создан. Вот что такое реверсный shell и увидели, что я могу реверсный shell в метасплоите открыть и уже не я потом подключаюсь к серверу, а тот компьютер, где реверсный shell запустился, подключается к заранее подготовленному прослушателю. В консоли надо запомнить только вот такие команды. Используй multi-handler и полезную нагрузку. Хочу реверсный shell. Можно сказать хочу реверсный meterpreter shell. Будет еще больше возможностей. Про meterpreter shell еще детальнее расскажу. Слушай такой-то IP-адрес, такой-то порт. Кто ко мне подключится, администрируй его с помощью meterpreter. И вот сессия открывается и у меня есть shell на тот компьютер. Так тоже бывает. Ну я вижу вопросов нет. Хотя если есть, пожалуйста, не сняйте, запишите. Я участникам семинара выключил микрофоны, чтобы не фонило. Но чат, вопросы перед глазами можете задавать. Ну а мы пойдем дальше. Смотрите, это все конечно хорошо, что я отправил экзе какому-нибудь пользователю по почте или еще как-то. Но это все-таки пользователь должен исполняемый файл принять, поверить, что это не китти, не путти, не оэск, не игрушка какая-то, не хакалка, не крякалка. Он должен понять, поверить в это. И должен ее, эту программку запустить. И еще не факт, с какими правами он это запустит. Хотелось бы сделать так, чтобы пользователь только зашел на страницу и на него сразу бы напал эксплойт. Такое, надо сказать, бывает, и метасплойт это тоже есть. Например, эксплойт может быть на браузер. Теория такова. Microsoft, видите, MS 11 003, что пишет. У нас есть уязвимость в браузере. Если браузер попробует открыть HTML-файл, а там будет страничка на CSS-файл, CSS-файл это специальный файл, который стили определяет для странички, то если вот этот CSS будет содержать импорт себя два раза, то у нас будет переполнение буфера и может не выдержать браузер, может упасть синий экран, а то может быть даже и Shell-ы хакеру откроют. Да, такое может быть, кто не верит, идем на сайт Microsoft, читаем бюллетень по безопасности MS 11003, поставьте срочное обновление, кто не установит обновление, рискует тем, что если Explorer, начиная с XP, заканчивая Windows 7, такой уязвимости подвержен. Ну, мы можем попробовать это реализовать. Мы скажем, дай-ка мы поднимем такой сервер, который будет отправлять такой вредный код и посмотрим, упадет Explorer или нет. А то, может быть, нам и Shell сразу же откроют. Не надо поднимать сервер, не надо придумывать файл. В метасплойте все уже есть. Нам надо только выбрать exploit, установить полезную нагрузку, а то, может быть, даже просто выбрать exploit и все, больше ничего не надо. Давайте попробуем найти exploit на эту уязвимость. Я здесь подключился и говорю, есть у тебя здесь exploit на MS 11003. нужно вот так поискать, может быть, найдет. И вот видите, он говорит, да, есть у меня такой exploit на MS 11003, он у меня есть. Видите, да, нашелся. Теперь, если он нашелся, мы можем сказать, используй вот этот вот exploit, не хочет вставлять, так напишу exploit windows browser MS 11003, он говорит, хорошо, я буду этот exploit использовать. Какие есть опции у этого exploit? Ну, какие опции? Буду слушать сам себя, локальную машину, локально сижу, и кто ко мне подключится на вот этот порт, того буду бить exploit против уязвимости, который мы сейчас читаем. Но вы можете, конечно, сказать, а еще хочу полезную нагрузку, хочу meterpreter shell или обычный shell, или еще что-то там хочу. Но, кстати, если это не писать, meterpreter реверсный shell и так автоматически он пытается сделать. Поэтому я могу сказать, вот у меня тут shell, и знаешь, что Kali Linux exploit тебе вот этот сервер запусти. Kali Linux говорит, хорошо, я так и сделаю, заманите жертву вот сюда. Нет, сам не пойду, скопирую только. Пишу там ctrl c. Кто сюда заманит жертву, на того нападу exploit. то есть это говорит мне вот этот Kali Linux, который я вот сюда поставил. Можно сказать, задачи есть у тебя сейчас какие делаешь. Говорит, ничего не делаю, но хостов нету, все-таки пытаюсь сервер на себе держать. Я могу это проверить по-другому. Вот у меня есть Kali Linux, скажу нет, стат. 8080 должен быть порт открыт, вы видите, он слушает. Теперь я сделаю такую рассылку. Скажу пойдите все сюда. Здесь естественно будет DNS имя, здесь хорошая будет ссылка. Кто пойдет по этой ссылке, там значит очень интересная новость. А на самом деле там эксплойт на клиента. Вот если клиент каким-то образом пойдет по этой ссылке, допустим моя Windows 7, он говорит нет, от юзера никакую я запускать не буду. а вместо этого пойду по ссылке, которую мне указали вот go here, это вот та ссылка, которую я сделал в Metasploit фреймворке в консоли только что вот здесь вот. Он говорит я жду, сервер запущен. Вот моя Windows 7 на моем ноутбуке сижу мне в социальной сети и сказали там хорошая ссылка на каком-нибудь форуме еще что-то. Я вот сюда беру и иду. И вот видите, да, мне он сервер говорит, я отправляю ему и такое, и такое, и такое, и что у нас опа метр-претер сессия открылась. Это означает, что мы похакали клиенты и теперь видите сеансы у меня есть сеанс на эту машину. Я могу зайти в этот сеанс и в этом сеансе управлять этой семеркой как хочу. Shell могу запустить и постэксплуатационные модули, которые здесь есть, все в моем распоряжении против этого компьютера. Ну, например, вот у меня открылась сессия, вот даже их одна, два, три, четыре сессии, это потому что я полезную нагрузку не указал, сказал, лупи его до тех пор, пока не победишь. Он говорит, я буду побеждать по-всякому. И видите, да, он говорит, я победил один раз, победил второй раз, победил третий раз, аж четыре раза победил, и теперь перемигрировал в другие процессы, и теперь пусть он интернет-эксплорер свой закрывает, мне уже неважно, потому что я сделал миграцию в другой процесс. Это такая возможность есть у метроприттер, мигрировать в другие процессы. Давайте посмотрим, как я теперь могу управлять. интернет-эксплорер, лучше выйти из этого эксплойта, и сказать, sessions, покажи мне сессии. Он говорит, вот у меня четыре сессии интернет-эксплорер открылись. Хочу взаимодействовать с первой сессией. Он говорит, хорошо, вот вы в этом шевеле на Windows 7, который пошел по зловредной ссылке. И у метроприттер есть достаточно много возможностей. Вот help напишу, он говорит, что хотите, давайте я с этого скриншотик, Windows 7 у меня вот такой скриншот имеет. Вот так. Я вот здесь напишу screenshot, сделай мне скриншот. Он говорит, хорошо, сделаю скриншот и root vse положу. Это у меня на Linux, поэтому если я хочу картинку посмотреть, где у меня тут root, зайду в компьютер. Вот видите, скриншот, который я сделал с той машины. Я точно так же могу посмотреть там и в конфиг, куда я попал, хостнейм, что у меня там. Ну, хостнейм, да, не получается. Но я могу сказать, открой shell, самый полноценный. И здесь уже хостнейм, на рабочем столе, сделай, каталог, что-то скачай, что-то закачай. И вот на компьютере видите доказательства того, что я удаленно этим компьютером управляю. почему такое произошло? Потому что клиент прошел по ссылке, попал на сервер, на сервере заранее подготовленный эксплойт, и браузер мало того, что вылетел с ошибкой, так еще и метр-претер-шелле на компьютер хакера открылся. Ну и напоследок разберем возможность удаленного эксплойта, чтобы жертва даже по ссылке никакой не ходила, а ее сразу проэксплуатировали. Естественно, у хакера должна быть возможность подключиться к уязвимому сервису. И естественно, должна быть уязвимость типа классической уязвимости MS 08-067, которая выглядит таким образом. Мол, есть у нас служба, скажем, служба сервера. Если кто подключается и по SMB что-то хочет у нас спросить, то, пожалуйста, подключайтесь, мы как раз файловый сервер, но файловый сервер использует удаленный вызов процедур РПЦ, тот использует библиотечку DLL, а там код, который на ассемблере выглядит так. Если вы не программист, ассемблер не понимаете, то, конечно, я могу вам сказать, вот смотрите, вот здесь, вот в этой строчке есть переполнение буфера. Но вам оно не надо, просто поверьте, что так оно бывает. Бывает переполнение буфера на ассемблере, и после того, как переполнился буфер, выполняется произвольный код. В частности, может быть открыт шелл. Вот такой вот удаленный эксплойт может быть. То есть вообще не надо помогать хакеру. Главное, имейте уязвимый сервис на своем сервере. Ну, и можно попробовать посмотреть, как это будет выглядеть. Например, я могу сказать, хочу или графический интерфейс, или интерфейс командной строки, непринципиальным. Вот пусть даже здесь вот так вот напишу, скажу, хватит, здесь мне больше не надо. И здесь тоже в бакграунд пусть там есть четыре сессии, сделаем еще одну. Я либо в командной строке напишу используй exploit такой-то windows smb ms08 067 или в графическом интерфейсе. Выберу exploit это вот закрою, а вот здесь вот exploit windows, потом выберу smb, потом 08067 и здесь уже закажу. Скажу автоматически определи, что там за операционная система. Эти умеет атаковать 2003 сервер xp такая классическая уязвимость, которая много шума наделала. И в результате хочу meterpreter shell. Какой хочешь shell прямой? Нет, хочу реверсный. Даже хочу реверсный http shell, чтобы он ко мне пришел и думал, что он по http ко мне приходит. А сам буду держать порт. Какой буду порт держать? 8080. Ну, если он занят, может быть, я уже держу, могу сказать 808 достаточно. Атакуя host, ну, допустим, host, который вот есть, тут у меня avasp сервер. Вот этот хост могу атаковать. Там есть файловый сервер, но я логин, пароль не знаю, говорю cancel, знаю, зато его IP адрес. 10.5.11.70. Это действительно файловый сервер, где могу взять тут даже какую-нибудь папку предоставить в общий доступ, сказать, да, вот у меня есть SMB, я вот ее в общий доступ предоставлю, сюда вот файлы есть какие-то секретные, какие-то несекретные, скачиваете и я знаю всего лишь 10.5.11.70 его IP адрес. И вот после этого запускаю в консоли этот эксплойт, который должен подключиться на этот IP адрес, ударить него эксплойтом на 445 порт и если получится сделать реверсный HTTP shell ко мне на компьютер, который я здесь подниму на порту 808. И тогда за меня пишется используй эксплойт такой-то, установи полезную нагрузку такую-то, сделай то-то, то-то, то-то. И в результате открылся еще один метр претер shell. И дальше что? Ну, дальше, например, скриншот. Посмотрим, что тут может быть. Shell полноценный shell откроем. Можно вот так вот зайти сказать, что вот у меня есть тут проект по умолчанию, сеансы. Вот видите, я вижу сеансы для метропретера. это MS 08 067, он ко мне сделал метропретер сессию. Теперь мы посмотрели, что есть удаленные эксплойты, есть локальные эксплойты, локальным эксплойтам нужно помогать, а удаленный эксплойт, он просто выполняется, и метропретер shell открывается, и дальше все начинается администрирование. Метропретер это особенное средство администрирования. И когда хакер получает shell, он может обычный shell получить, а потом из метропретера упасть в обычный shell, как я вот это сделал, когда в командной строке подключился и сказал вот shell хочу. если у меня есть метропретер shell, начну снова взаимодействовать, то из метропретера я могу получить информацию о взломанной системе, написав sysinfo. Вот он мне говорит, это Windows 7, вот ты ее взломал. Могу посмотреть IP адрес, написав IP config, это я и в shell можно посмотреть, могу так сделать, но что еще могу сделать, я могу сказать, кто я такой, вот я get uid, я сижу как администратор, и могу повысить привилегии используя команду get system, да, да, метропретер умеет прямо в себе запустить локальный эксплойт для того, чтобы повысить привилегии, и был пользователь, и стал вдруг системой, ну такое тоже может произойти, попробую, напишу get system, и метропретер говорит, я знаю четыре техники, как можно получить права систем, попробую одно, надо же, сразу получилось, я теперь как nt authority system, у меня не только что админский контекст на взломанной системе, у меня прямо контекст учетной записи систем, я могу посмотреть пароли пользователей, которые там зарегистрированы, хэши всех паролей, мне не надо туда что-то копировать, устанавливать, получать эти хэши, прямо здесь у меня есть, я могу посмотреть процессы, которые у меня вот тут работают, и вот я вижу, что интернет explorer, вот notepad, ну уже мигрированный в процесс метропретера, в процесс notepad exe мигрировал, а вот есть процесс, который называется explorer, explorer это браузер, в котором сидит пользователь, он его в самую последнюю очередь закроет, я могу пытаться мигрировать даже в этот explorer, давайте посмотрим, есть он тут, вот он, видите, есть, и вот у него, у этого explorer есть код, process id, у него process id 488, я могу сказать, давай-ка смигрируемся в этот explorer exe, не интернет explorer, а обычный explorer, migrate, в этот вот explorer, вот 488, и если я так сделаю, он скажет, хорошо, я мигрировался и там сижу, сейчас правда сложновато, я уже взял context system, да, как-то в context system мигрируешься в процесс explorer, но сам факт могу попробовать, он говорит, я был 32.08, 32.08, а стал 4.88, и теперь скажу, ну-ка, get, you eat, кто я тут, да, я снова администратор, но зато если пользователь что-то заподозрит, все позакрывает, скажет, все, что есть, вот, один, второй блокнот, вот, вообще, все позакрываю, explorer-то все равно остался, сессия все равно будет держаться, он запускает диспетчер задач, какие здесь у нас процессы, да, вот, видите, notepad, notepad, метапредовские, я могу их всех убить, но сейчас тот сеанс, которым я администрирую этот сервер, находится в этом explorer-е, могу сказать, покажи мне идентификаторы процессов, и видите, 488, я здесь сижу, поэтому, даже если здесь ничего не будет, все метапредовские сеансы поотваливаются, у меня будет присутствие на этом компьютере, более того, я могу запустить из метапредов прямо тут же keylogger, попробуем, keyscan напишу, start, он говорит, я запустил снифер клавиатуры, и теперь пользователь начинает вдруг что-то печатать, здесь можно сказать keyscan dump, и вот видите, видно, что пользователь там печатает, можно включить RDP, создать пользователя администратора, в общем, метапредатор это такое средство, которое позволяет вам незримо присутствовать в системе, повышать привилегии, собирать дампы паролей, включить, выключить keylogger, и еще имеет дополнительные возможности, которые мы будем дополнительно изучать на курсах по этичному хайкингу. Первая часть, вторая. Вопрос открытия шейла автоматически происходит или нет. Открытие шейла в моем случае произошло автоматически, поскольку метапредатор это полезная нагрузка, которая идет после эксплойта. Вы можете сказать, после эксплойта давай мне не пользователя создай, а сразу мне shell открой. Потом будет он автоматически сам стартовать или нет. Такое тоже возможно. Можно сказать, закрепить системе так, добавь меня так в автозагрузку, что пользователь систему перезагружает, а ты все равно в автозагрузке будь и снова подключайся и продолжим разговор. Это уже технические аспекты реализации поста эксплуатационных модулей. в автозагрузку можно прописываться и сразу и во время конфигурирования полезной нагрузки. Когда вы конфигурируете полезную нагрузку, у нас есть дополнительные опции, как уходить от антивируса, как подключаться. Такие тонкости в метасплойте настраиваются. Настраиваются либо в командной строке опциями, либо если у вас графический интерфейс, то когда вы выбираете эксплуатом или полезную нагрузку, вот вы его выбрали, там достаточно много опций. И вот вы здесь можете манипуляцией этими параметрами добиваться различного функционала полезной нагрузки, которую мы сейчас увидели в таком базовом варианте. мы справились с программой и за условленное время посмотрели место метасплойта в терминологии информационной безопасности, посмотрели, что его можно скачать и установить, а в кали-линукс бактраке он сразу есть. На архитектуру посмотрели, увидели, что есть клиент, есть графический интерфейс, есть веб-интерфейс и есть модули эксплойты, кодировщики, полезные нагрузки. Информация хранится в базе данных, поэтому все, что я сейчас сделал, в базу данных помещается, я с ней потом могу и завтра и послезавтра работать. И посмотрели, как локальные эксплойты можно сделать, что локальный эксплойт это полезная нагрузка. Социальные инженеры или еще как-то заставили выполнить полезную нагрузку и получили Shell или еще что-то. Увидели, что Shell бывает прямой, бывает реверсный, что бывают эксплойты на клиента, когда клиент подключается к серверу хакера и тут же выполняется полезная нагрузка. Но и самое фантастическое, что бывают удаленные эксплойты, если у вас есть непропатченный сервер, хакер может подключиться и просто так на ровном месте Shell открыл. Да не простой Shell открыть, а может использовать возможности метропретера. Метропретер это серьезно, это для дальнейшего изучения хороший горизонт. Если хотим идти еще дальше, то нам есть куда расти. Но уже сейчас мы готовы к тому, чтобы пойти на курс по этичному хакингу и дальше на курсе по хакингу тестированию на проникновение нам будет не страшно, поскольку у нас уже есть опыт работы с метасплойд фреймворком, когда мы будем детально изучать хакинг системы, трояны, бакдоры, взлом веб-серверов. Мы будем готовы к тому, что у нас есть метасплойд, который нам в этом поможет. Что еще хочу сказать, помимо того, что есть в специалисте курсы по этичному хакингу, где изучается один день хакинг веб-серверов веб-приложений, совсем недавно, вот еще даже только-только ставится в расписание курса по безопасности веб-приложений, по атаке и защите веб-сайтов, по классификации Авасп топ-10. Это будет трехдневный курс, где три дня без перерыва по классификации Авасп топ-10 мы будем ломать веб-сайты. Опять-таки, иногда с использованием метасплойта, иногда даже и без него. Вот десять раз мы изучим, как может быть взломано веб-приложение, как от этого защититься. у нас будет лаборатория, где будет сайт. Вот, кстати, этот сайт у меня уже есть. Он называется Авасп. Я могу сюда зайти. Тут специально подготовленное приложение, которое говорит, ну, давайте даже вот здесь зайду. Можете меня атаковать разными способами. Я зашел. здесь видите А1 по Аваспу, А2, А3, А4, А5, А6. Вот здесь все, каждый раз сайт можно похакать. Вот здесь через одну язвимость можно похакать, вот здесь через другую, вот здесь через третью, вот здесь через четвертую. И вот куда-нибудь зайдем, скажем, вот, например, вот здесь, как вот похакать. Вот только авторизованные пользователи имеют доступ к документам, а попробуйте получить доступ к файлам. Вот вам не пускаем, а вы все равно доступ к файлам можете получить. А вот еще один пример, вот что угодно выбираем, вот здесь, например, может быть DOS-атака. Вот сервер можно взломать через такую уязвимость. Вот мы на курсе все эти уязвимости, атаки посмотрим, изучим и часть из-атак будет требовать от нас использование метасплоид фреймворк, тот, который мы сейчас изучили. Спасибо за то, что были с нами, что подключили к нам на семинар. Я сейчас остановлю запись, но если у кого-то остались вопросы, мы в чате можем еще пообщаться, я вам на них отвечу. Ну и всем успехов в применении полученных знаний и всегда добро пожаловать к нам в центр специалист. Меня зовут Сергей Кливогин, я с вами прощаюсь и желаю всего самого наилучшего. До свидания. До свидания.